Всем большой привет! Сегодня среда, третье июня, и у нас для вас готов очередной выпуск игровых новостей. Надоела домашняя самоизоляция? Расстроен из-за переноса игровых выставок по случаю Афро-Майдана? Лето началось, а ты ещё не составил список важных дел? Тебе помогут голубцы. Эти ребята поднимут настроение и добавят сил. А главное, кто ест голубцы, того любят девки. Продолжаем пожинать плоды американского Афро-Майдана. Эта неделя, обещавшая нам свежий поток живительной игровой информации, жёстко обрушила все надежды. И, как мы и предсказывали ранее, ситуация продолжает усугубляться. Например, некоторые игровые издания решили присоединиться к теме беспорядков, отметившись такой штукой, как молчание в эфире. О временном бойкоте уже объявил Еврогеймер и PCGamesN. Последние даже пожертвуют 250 тысяч долларов благотворительным и образовательным организациям. GameRant повесил на сайте чёрную траурную шапку. И всё это, как вы можете догадываться, не самым лучшим образом скажется на количестве и качестве игровых новостей. Дальше больше. В IGN заявили о переносе мероприятия Summer of Gaming, над которым работает организатор Game Awards. В качестве новой даты трансляции объявили 8 июня, но не факт, что эта самая дата окончательная. Ну, и наконец, мероприятие под названием Night City Wire, где должны были показать новый геймплей киберпанка, тоже перенесли, с 11 июня на 25-е. И нам только и остаётся, что надеяться на скорую стабилизацию этой ситуации, которая на самом деле может повлечь за собой самые катастрофические последствия. Новый выпуск PlayStation Magazine пролил некоторый свет на Mafia Final Edition, тот самый ремейк первой мафии, находящейся внутри трилогии переиздания, которая пока что не радует, однако официальный журнал Sony преисполнен надежд и оптимизма, по случаю чего даже раскрыл некоторые подробности. Прежде всего, было сказано о совершенно новом движке, переработанном с нуля. Даже было приведено конкретное сравнение. Ремейк Mafia сравнили с ремейком Resident Evil 2, которая оказалась совсем не похожа на оригинал. Также было сказано о добавлении погодных эффектов, в частности, в игре точно появится дождь. Автомобили будут доработаны, их парк, похоже, будет расширен, равно как и сюжет, о котором сказано, что разработчики изменили сценарий, добавив в игру новые последовательности, недоступные в оригинале. А завершило всё это заявление о невероятно подробных героях, которые предстанут пред наши ясные очи под новым углом. Ну что ж, звучит интересно, хотя вот эта новость об изменении сценария на самом деле пугает, как бы ни случилось так, что все эти нововведения окажутся на поверку обрезкой львиной доли миссий. В сеть выложили нечто, названное новым геймплеем Diablo 4. В ходе почти 20 минут нам показывали прохождение The War Vara, снятое якобы на закрытых бета-тестах. По факту просмотра многие остались недовольны, и на данный момент количество дислайков под видео почти вдвое превышает количество лайков. Почему так случилось? Ну, кроме обвинений в том, что геймплей скучный, и что на самом деле это запись игрового процесса с прошлогодней BlizzCon, наибольшее количество замечаний выявилось по поводу крайней похожести новой части на Diablo 3, что не есть хорошо. Наблюдательные граждане отметили, что все умения персонажа, кроме двух, перезаряжаются, как и раньше. Что враги всё ещё слишком большие, а камера всё также слишком близко. Что анимации персонажа, его атаки, стилистика, карты и те же враги почти в точности скопированы из прошлой части. Да, картинка в целом стала симпатичной, но чем дальше, тем больше становится похоже, что из Diablo 4, на самом деле, может получиться Diablo 3.5. И Blizzard нужно что-то срочно с этим делать, поскольку у компании есть перспектива выпустить ещё более провальную игру, нежели Diablo 3. В Epic Games приготовили нечто действительно необычное. Total War Saga 3, которая выйдет 13-го августа, тут же станет бесплатной. Бесплатной, но с нюансами. Игру действительно можно будет навсегда добавить в свою библиотеку, скачать и играть, сколько влезет, но добавление будет возможно только в первые сутки после релиза. После этого она, как и положено, станет глубоко платной. Откуда такой финт? Возможно, разработчики таким образом хотят заманить геймеров покупать дополнение. Если действительно такое намерение у них есть, то тогда можно предположить, что стартовая версия Троя окажется не самой насыщенной. Ну, естественно, всем желающим стать обладателем бесплатной стратегии, придётся преодолеть свои предубеждения к магазину Epic Games, если таковое, конечно, имеется, поскольку данный банкет оплачивает именно эта компания. Ну, а закоренелым поклонникам Steam, желавшим приобщиться к этой игре, нужно будет подождать год. Именно столько Троя пробудет временным эксклюзивом Epic Store. Две не очень связанные новости от Sony мы решили объединить в одну, поскольку их обе связывает бренд PlayStation. Сначала выяснилось, что PlayStation разблокировали в Китае. После того, как в Sony устранили уязвимость, позволяющую местным умельцам обходить блокировку государственных цензоров, магазин PS вернули к жизни, так что разработчикам, рассчитывавшим на доступ к китайскому рынку, можно пока не волноваться. Другой новостью оказался всплывший в сети патент от Sony, которая зарегистрировала портативный носитель информации, названный игровым картриджем. Мы уже знаем, что PS5 будет использовать дисковый привод, стало быть, картридж предназначен для иного устройства. Единственной игровой электроникой Sony с картриджами является PlayStation Vita, так что, возможно, мы являемся свидетелями первого доказательства грядущего перезапуска этой приставки, а, возможно, и нет. Картридж запросто может быть каким-нибудь автономным устройством, подключаемым к чему-нибудь по блютузу или нечто в этом роде. Похоже, что история с танцами у Fortnite, которые были позаимствованы в социальных сетях, подошла к своему завершению. Несмотря на многочисленные попытки авторов танцевальных движений доказать свои права и получить деньги с Epic Games, ни один иск выигран не был. А теперь, вот как сообщает американская пресса, тамошние суды и вовсе начали отказывать в открытии дел по подобным исковым заявлениям. Сначала суды просто приостанавливали рассмотрение дела, решив, что исты сначала должны зарегистрировать свои достижения, как собственное изобретение, но в организации, отвечающей за регистрацию, подобные попытки были отвергнуты. В итоге получился полный ступор, из-за которого дела закрывались, а теперь вот и вовсе в подобных претензиях стали отказом. Тем не менее, чтобы немного поправить этическую сторону делов, Epic Games сейчас сотрудничает с несколькими людьми, чьи вирусные танцевальные этюды могут быть включены в Fortnite, но на этот раз уже строго за деньги. Всем известно, что в Японии очень уважают всё портативное и миниатюрное, и тамошний геймер не исключение. Такого количества всевозможных портативных консолей, как в Японии, наверное, вряд ли можно встретить где-то ещё. Но на этот раз там побили свой собственный рекорд, и всё же смогли удивить, выставив на продажу игровую приставку под названием Gear Micro, которую производит и продаёт Sega. Gear Micro подойдёт только для людей с тонкими пальцами, и не самыми большими ладонями. А ещё, у них должно быть неплохое зрение, поскольку диагональ дисплея составляет всего 1.15 дюйма, с разрешением 240 на 180 пикселей. Работает устройство от двух пальчиковых батареек. Просят за него 4980 йен, что в переводе на наше составляет где-то 3100 рублей, или 44 доллара. Ну, а дальше уже идут маркетинговые хитрости по-японски. Gear Micro представлена в четырёх цветах, и каждый из них имеет свой набор установленных игр. Несмотря на наличие USB-разъёма, добавить в консоль что-то своё, наверное, не получится. Ну, а самое главное, тому, кто закажет сразу все четыре варианта, бесплатно подарят специальный модуль-насадку с увеличительным стеклом на дисплей, делающий данную консоль уже не такой уж и миниатюрной. Искать доказательства ремейка Red Dead Redemption, второй по популярности занятие после поиска доказательств существования GTA 6 у поклонников Rockstar. И на этот раз им снова удалось найти кое-что интересное. Якобы выяснилось, что ремейк первой части RDR уже почти готов, и его выход состоится в следующем году. В качестве платформ указаны ПК, PS5 и Xbox. Игра одеска должна работать на движке второй части, и иметь весь дополнительный контент, включая дополнение Undead Nightmare. Львиную долю всех технических моментов взвалили на отделение Rockstar в Индии, где позаботились даже о новых миссиях, связанных с охотой и рыбалкой. Обо всём этом рассказали на форуме 4CN, пояснив, что в разработке участвует сам Роб Витхоф, актёр, озвучивавший главного героя Джона Марстона. Доказательств этому инсайдер, конечно, не привёл никаких, кроме заявления о том, что он вхож во внутренний коллектив Rockstar India. Нужно сказать, что нечто подобное уже бродило по сети ещё летом прошлого года. Но ни тогда, ни сейчас разработчик ничего не комментировал, и вряд ли будет комментировать. Ну, а теперь Блиц новость. Как бы в Sony не пыжились, объясняя, что у PlayStation 5 будет нормальная игровая библиотека на старте запуска, у Microsoft в этом плане всё гораздо круче. В компании подтвердили, что на старте у Xbox Series X будет библиотека на 3090 игр. Не то, чтобы все из них были достойными, но показатель, согласитесь, всё равно внушает. Когда выяснилось, что ремейк Resident Evil 3 выложили основательно подрезанным, граждане возмущались, предполагая, что вырезанное содержимое потом продадут отдельно в качестве дополнения. Но это оказалось не так. Продюсер игры Питер Фабиано официально заявил, что никаких DLC не планируется ни платных, ни бесплатных, и что рабочий коллектив сосредоточен над новыми проектами. Ну и смех смехом, но беспорядки в США начались почти сразу после того, как Epic Games устроила бесплатную раздачу GTA V. Подобное дало повод для шуток о том, что мы не верим в то, что видеоигры провоцируют насилие, однако взгляните, что в итоге случилось в Америке. Ждём, когда об этом уже наконец заговорят с больших экранов, чтобы всем сразу стало понятно, кто виноват на самом деле. Это были все самые актуальные, интересные и не очень игровые новости на текущий момент. Всем спасибо за внимание и до новых встреч.